За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 125 происшествий. Из них 6 преступлений, из которых 2 раскрыто. По 4 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечен к ответственности 61 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. 6 октября текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло», в ходе которого проверено 85 транспортных средств, выявлено 8 административных правонарушений. С 10 по 23 октября текущего года на территории округа проводились оперативно-розыскные и предупредительно-профилактические мероприятия по снижению уровней террористической и экстремистских угроз и недопущению диверсионных террористических актов. Фактов террористических и экстремистских угроз на территории округа не выявлено. С 23 октября по 1 ноября 2017 года на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», которое направлено на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, суррогатной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных марок. Уважаемые жители округа, застраховаться полностью от покупки контрафактной продукции нельзя, но предпринять ряд мер к тому, чтобы удостовериться в легальности приобретаемого спиртного, все же можно. Для этого необходимо сделать следующее. Осведомиться у продавца о наличии лицензии и сертификата качества на реализуемую алкогольную продукцию. При визуальном осмотре продукции необходимо обратить внимание на упаковку алкогольной продукции. Она не должна быть нарушена. Колпачок должен плотно сидеть на горлышке бутылки, не давая течь и прокручивания. Предохранительное кольцо на винтовом колпачке не должно быть оторвано. Содержимое бутылки, так при осмотре бутылку нужно перевернуть вверх дном и посмотреть на свет, это позволит установить наличие в ней осадка или постороннее включение, частиц ворсины, которые начнут оседать вниз. Наличие осадка и постороннее включение в спиртных напитках не допускается. Штамп даты разлива он наносит заводом-зготовителем на каждую бутылку должен быть четким и понятным. Этикетки и контрэтикетки на бутылках должны быть наклеены качественно, без перекосов, разрывов. Кроме того, они должны быть четкими и яркими, содержать полную достоверную информацию о производителе продукции. Вся информация на акцизных марках должна быть четкой и яркой. В том случае, если вы все-таки приобрели нелегальный алкоголь, то вам необходимо обратиться в УМВД России по Ненецкому автономному округу. По телефону 8-911-652-04-43 или 4-54-85. Лишь в этом случае стражи порядка смогут провести проверки и привлечь продавца, распространяющего нелегальный алкоголь, к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12 октября 2017 года в дежурную часть полиции с заявлением о телефонном мошенничестве обратился житель нашего округа. Заявитель пояснил, что ему на телефон через мобильное приложение Viber поступило сообщение о снятии денежных средств с его банковской карты с указанием номером телефона для отмены операции, на которую он сразу же перезвонил. Трубку взял мужчина, который представился работником службы безопасности банка. В ходе разговора с работником банка потерпевший сообщил ему, что он получил сообщение о переводе денежных средств, которые он не совершал. Мужчина попросил заявителя продиктовать ему номер банковской карты, секретный трехзначный код, указанный на обратной стороне карты, и все пароли, которые поступят на мобильный телефон. Согласившись с мошенником, доверчивый мужчина сообщил ему всю необходимую информацию, в результате чего с его банковской карты произошло списание денег в сумме 27 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 13 октября текущего года в полицию с заявлением обратился гражданин 86-го года рождения и сообщил, что в ночь с 12 на 13 октября 2017 года неизвестное лицо угнал его автомобиль, припаркованный у жилого дома по улице Ненинской города Наринмара. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника, совершившего угон транспортного средства. Им оказался несудимый житель округа, 99-го года рождения. Полицейским стало известно, что владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания. Злоумышленник без особого труда проник в салон автомобиля и совершил угон. В дальнейшем в районе базы отдыха Большуха угонщик, управляя автомобилем, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Дознавателем отдела по организации дознания управления в отношении жителей округа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации и правомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения. Уважаемые автомобилисты, сотрудники окружной полиции напоминают о необходимости соблюдения условий, указанных в пункте 12.8 Правил дорожного движения Российской Федерации. Действия водителя, готовящегося покинуть транспортные средства. Обеспечивать сохранность своего имущества, закрывать транспортные средства и не оставлять внутренних ключей от замка зажигания, а также при наличии использовать противоугонную сигнализацию. 13 октября 2017 года в Наринмаре на площади Марацей начальник управления МВД России по Ненецкому автономному округу полковник полиции Олег Яковлев провел строевой смотр личного состава. В нем приняли участие 165 сотрудников окружной полиции. Цель данного мероприятия – выработка навыков строевой подготовки личного состава управления, поддержание образцового внешнего вида и боевой готовности сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач, повышение авторитета органов внутренних дел среди населения, а также поощрение личного состава за достижения по службе. В ходе проведения строевого смотра до личного состава управления доведен приказ о переходе на зимнюю форму одежды. Командирами подразделений проверен внешний вид подчиненных в соответствии с служебным удостоверением и личного жетона. Также в ходе смотра сотрудники полиции продемонстрировали свои навыки в строевой подготовке, а также выполнили построение строевые приемы – повороты налево, направо и кругом. 16 октября 2017 года завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народные участковые-2017», проводимый МВД России, с целью повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых-уполномоченных полиции. В ходе онлайн-голосования во втором этапе конкурса на официальном сайте МВД России по Ненецкому автономному округу приняли участие 1759 человек. Из них 765 поддержали участкового-уполномоченного полиции Гордона Ринвара, капитана полиции Гудкова Романа Евгеньевича. За участкового-уполномоченного полиции Никонова Андрея Валентиновича проголосовало 759 граждан. За старшего участкового-уполномоченного полиции Шистрева Стаса Игоревича – 235. С 1 ноября 2017 года жители округа могут поддержать Гудкова Романа в ходе онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин